всем привет сегодня рисуем очень легкий пейзаж с облаками на дальнем плане и веткой на переднем у меня бумага микс 50 процентов хлопка 50 процентов целлюлозы смачиваю ее с одной стороны не жду ее просыхания поскольку целлюлоза в ней все-таки преобладает а это значит что работать нужно быстро так как она быстро сохнет прорисовала облака и начинаю искать цвет облаков у меня все просто я беру бирюзовую в кобальт бирюзовый просто градацию его еще за счет добавления воды в палитру то есть разбавление цвета пигмента или наоборот усиление его количеством пигмента то есть добавляю тона в темноту уходящего в темноту обвожу зону вокруг облаков и немножечко в тени в тени облаков тоже им пройдусь теперь сюда в этот замес кобальт голубой кисточка у меня синтетическая наполовину ну я думаю что это имитация белка я думаю все таки это синтетика имитация значит и значит имитация они белка так теперь внутри облаков тень у меня это кадмий оранжевый и лак синий я аккуратно прописываю места тени на облака не дохожу до края чтобы обводка у облаков осталось белое то есть цвета бумаги еще этим темным цветом это у меня кобальт синий я пройдусь слева от облака чуть утемню там не зону и пытаюсь навести контур облака но так как краска краска течет по мокрой бумаге приходится повторно заняться этим процессом и видите наверху уже даже подсохла опять приходится мочить ну это целлюлоза еще раз обведу этим же замесом уже взяла более крупную кисть у меня десятка коза каллиграфическая и обвожу облака их конкур их контур он такой неровный перистый свожу на нет справа было более светлое пятно на небе на своде неба и естественно под облаками там тоже будет достаточно темное облако зона тот тот замес который мы замешивали для цвета с самого темной части облака и добавил немножко индиго она немножко такой вот теплый оттенок принят привнесла и его растушевываю по облаку ну кому нравится более графичный вариант оставляем так я же впоследствии немножко переиграю чтобы облака были более размыты на заднем плане так вниз березу и ярко-зеленую следом идет желто-зеленая вот этот желтый оттенок и замес индиго с этим зеленым получил вот такой сложный зеленый заднего плана леса и дороги можно взять любой цвет каким может быть дорога любых-любых коричневых зеленых не обязательно брать как у меня я просто тут сограй в ограниченной ногами работаю ну такой план набрызгать цветов любым красным у меня сейчас розовая опера можно было любой любой оранжевый красный вообще можете полянку сделать усеянную цветами от этого на хуже не станет даже будет выигрышней смотреться у меня веерная кисть и ей как бы такой эффект создается кустов цветов вот видите уже справа высохла вот она целлюлоза проявляется и теперь кинокридон фиолетовый у меня розово-фиолетовый я им пройдусь в глубине цветов потом темно-зеленым чуть-чуть прорисую между цветами листву кисточка тоненькая мне четверка имитация белки тоже это синтетика и достаточно мягкая синтетика в принципе ведет себя прекрасно для прописывания каких-то деталей так о чем я говорила что я хочу смягчить вот эту графичность я прохожу флейцем и фактически смываю рисунок вымываю по хлопку бы так не под не получилось а вот по миксу получилось можно оставить так очень такой расфокусированный дальний план будет но мне хочется чуть-чуть пока по контрастнее пятна между облаками поэтому я добавлю в небеса еще кобальта бирюзового и в этот кобальт бирюзовый добавлю лак синий и у меня получится более темный цвет и им пройдусь еще для контрастов сделаю несколько пятен между ними и в принципе этого будет достаточно для заднего плана такая ватность этих облаков получилось можно сушить как только устраивает вас цвет точнее не цвет а форма облаков сразу же сушите потому что течь будет невыносимо много и не успеете оглянуться и уже залитые ваши облака чуть темнее делаю еще заднем плане но выбираю сухой кистью лишнее чтоб добавить объемы облакам это же можно сделать и еще более материальности придаст облакам салфетка бумажная выберет лишнюю краску данном случае как уже был потом она выбирает верхнюю самую мокрую а сухую уже на не снимет поэтому такой голубоватый потом первого слоя еще остается еще попытаюсь пройтись более контрастным все высушила феном нарисовать рисуем любую ветку можно мою можно как как вы умеете сделать ее как можно больше и в большую часть облаков и заднего плана она перекрывала она у нас станет центром композиции на ней самый большой акцент а значит она будет должна быть достаточно темной я беру марс коричневый или сиену женую и прописываю основной цвет коры этих веток кисточка все та же у меня четверка имитация белки эти насколько мягко как она легко прописывает вот такие красивые мазки на ветках прям танцует в руках не она очень нравится очень острый кончик у нее то есть ей можно хорошо регулировать толщину ветки при нажимая нажимая на нее очень получается более толстая чуть при отпуская оставляя рисовать только вершинку образует очень тоненькую линию чуть темнее сейчас возьму цвет еще и пройдусь в титни сделаю объем этой ветки так зеленый желто-зеленый пропишу частично какие-то листья композиции из листьев такие такие сделаю кое-где набросаю как пятнышками где-то прорисую вертикальные мазки а где-то объединю майской зеленый сделаю такую небольшую заливку прямо по ветке можете идти она уже высохла не даст течь краски и зеленый просто зеленый я пройдусь по теневой части дам объем вот этим вот объемным частям кроны начале свет прорисовываю потом под ней более темную часть даю ей объем темную часть вот этого места да где вот большое скопление листьев в принципе вот и все ничего сложного повторит любой пейзаж до безумия простой и то же время очень достаточно тематический подойдет для решения любой задачи если нужен будет какой-то пейзаж даже для той же открытки вот теперь черный смешала скорее с марсом коричневым прохожусь по теневой части и лимонным кадмий лимонный пройдусь по свету листьев надеюсь это было для вас полезно увидимся на следующем мастер классе до скорых встреч